Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео у меня распаковка, сборка и обзор светодиодной люстры с Алиэкспресс под названием ИРОЛАН. Заказывал на Алиэкспресс, пришла вот в такой маленькой коробочке, привез прямо домой курьер транспортной компании DPD. Алиэкспресс меня вновь удивил, доставка заняла всего лишь дней 8, наверное. Доставка с Москвы, поэтому, видимо, так быстро и привезли. В общем, если заказываете на Алиэкспресс, всегда старайтесь заказывать именно с доставкой с Москвы, то есть с Российской Федерации. Что ж, давайте откроем и посмотрим. Лишь бы все было целое. Сразу видим крестовину вот такую, это к потолку она крепится, а к ней уже крепится люстра. Я вам все покажу. Смотрите, как все хорошо упаковано. Инструкция. Ох ты, инструкция даже на русском языке. Вот здесь на английском, а вот здесь, смотрите, на русском все прям расписано. Пульт управления, то есть эта люстра идет с пультом. Также, если не ошибаюсь, можно и с приложения установить приложение на смартфон и с приложения управлять. Да, вот QR-код, то есть можно зайти и по QR-коду скачать приложение. Это я вам тоже все покажу. Крепление. Вот такие сами светящиеся квадраты. Основной блок люстры, к которому все крепится. Изготовлен качественно, никаких заусенцев, недокрасов или еще что-то я не вижу. То есть все прям ровненько, все красиво. Смотрите, продавец положил даже подарок. Это такой светильник USB. То есть в USB втыкаем, и вот это будет светиться. Мелочь, а приятно. Еще метизы, еще метизы, здесь гайки и шайбы. И вот такой вот драйвер, модуль. По-разному можно его назвать. В общем, сами мозги, так скажем, люстры. Вот сюда подцепляются все диоды, получается. А это два провода питания. В принципе, здесь все. Все, давайте откроем квадратики, проверим их целостность. Каждый даже в отдельный мешочек. Вот такие квадратики. Я заказывал черный вариант, есть еще белый. То есть с белой вот этой каемкой. И вот здесь что-то типа стекла или пластика. Ну, такое матовое стекло, так скажем. Большой квадратик, таких четыре. Ой, маленький квадратик. И вот таких больших, их тоже четыре. А вообще люстра вот эта, заявленная у нее 75 ватт мощности. И должно ее хватать для освещения комнатой площадью 20-30 квадратных метров. У меня зал 19 квадратных метров. Соберем, подключим, посмотрим, насколько ее хватает. Ну, по мощности имею в виду. Я думаю, освещать она должна идеально, мои 19 квадратов. Давайте я сейчас все распакую. Разберусь, как она собирается, и вам покажу. Все проверил. Все целое. Смотрите. Вот эта крестовина собирается следующим образом. Здесь болтик, гайка. Вот так вот прикручиваем. И потом она к потолку закрепится. А к ней уже вот так люстра подвесится. То есть отсюда вылезут. И мы вот сюда затянем вот эти вот такие гайки. Здесь ничего сложного, в общем, нет. Далее мы берем большой квадрат. В комплекте идут короткие втулки и длинные. Большие квадраты крепятся короткими втулками. Притом у втулки есть коротенькая резьба и длинная. В квадрат мы вкручиваем коротенькой. Вот таким образом. Берем еще одну. Просовываем сначала провода. И также вкручиваем. Все, вкрутили. Смотрите, в комплекте получается 4 квадрата, 8 коротких втулок. Но одна втулка запасная. То есть втулок не 8, а 9. Но при этом на этой девятой втулке, смотрите, нет резьбы с одной стороны. Косяк, конечно, косяк. Ну хорошо, что это девятая, что запасная. Все, вот таким образом. На маленькие квадраты, соответственно, берем длинную втулку. Она уже одна идет. И тоже, где резьбы поменьше, той частью вкручиваем именно в квадратик. У меня тут помощник объявился. Сынок, идем помогай. Идем, держи тебе вот втулка длинная. Вот сюда проводок засовывай. Вот так. Вот. Все, теперь закручиваю вот сюда. Давай я тебе помогу. Все, вот. Друзья, ставим лайки моему помощнику. Вот так, молодец. Теперь давай большой. Держи. Держи тебе вот эту втулочку. Вот этой частью вот сюда вкрученной. Большая втулка тоже одна запасная осталась. Но здесь с резьбой все нормально. А здесь, в общем, нету. Ну, хорошо, что была запасная, в общем. Смотрите, когда все втулочки вкрутили, раскладываем большие квадраты вот таким образом. Берем основной вот этот большой модуль. И вот здесь вот у нас отверстие 8 штук. Провода просовываем. И так вставляем. Затем берем шайбу, берем гайку. Накидываем. И прикручиваем. Все, здесь все гайки затянуты. Теперь надо установить маленькие квадратики. Раскладываем их вот таким образом. И теперь нам надо вот в эти 4 отверстия попасть. Сначала провода. Все, попали. Теперь, соответственно, сюда также шайба и гайка. Ну все. Основной каркас, можно сказать, люстрой собран. Давайте замерим ее размеры. Мне интересно, совпадает ли с тем, что написано у продавца на странице товара. Заверяет он, что габариты ее 580 на 580. 600 на 600. В общем, вот так она идет. 600 на 600. И самое интересное, я думаю, для многих важный размер, это высота люстра. Заявлено у продавца 140. А по факту получается 115. То есть толщина люстра или высота 115 миллиметров. Далее берем драйвер. Вот это, кстати, антенна, я так понимаю. Антенна для пульта. Вот сюда его укладываем. И соединяем вот эти разъемчики. Просто их вставляем. У продавца есть еще люстры с четырьмя квадратами и с одним, то есть пять квадратов. Есть с десятью квадратами. Вот видите, здесь два разъема остаются как будто лишними. То есть я так понимаю, на все люстры идет один вот этот блок. Одинаковый. Все готово. Теперь осталось снять старую люстру и повесить эту. Сейчас, когда буду вешать, покажу вам, как она крепится. Вот так люстра выглядит в полностью собранном состоянии. В нормальном виде, в перевернутом, а то вверх ногами все лежало. В общем, вот такая красавица. Мне нравится. Давайте покажу вам, как я крестовину закрепил. Вот таким образом закреплена крестовина. Здесь до этого стояла уже крестовина, а другой люстра. Но я ее сменил. Единственный косячок, что люстра стояла как бы по диагонали. Сейчас бы ее развернуть, но мне неохота новые отверстия сверлить, долбить все. Поэтому люстра у нас будет висеть относительно потолка по диагонали. Ну все, теперь зацепляем два провода вот сюда. Люстру вставляем и закручиваем вот сюда гайки. Все, люстра установлена. Вот так вот она выглядит. Смотрится, как по мне, очень здорово. Вот что я имел ввиду по диагонали. То есть вот так у меня вот зал, и она по диагонали висит. Но оказывается, так даже лучше. Мне так больше нравится, что она по диагонали получилась. Смотрите, что здесь заметил, кстати. Царапина небольшая. Но ее, в принципе, снизу-то и не видно. Но факт есть факт. Царапина есть. Люстра светит просто божественно. Я реально был очень удивлен. Я не ожидал такой яркости. У нас до этого была простая галогеновая люстра. То есть с галогеновыми лампочками тоже на культу. Так вот, разница между ними, небо и земля. Здесь свет очень яркий. Он, конечно, регулируется там ярче, слабже. Ну, я прям вообще в восторге. К сожалению, камера, я уверен, не передаст все яркости. Она будет яркость убавлять. Но поверьте мне на слово, светит она классно. Вот даже сейчас, днем, когда солнышко, ее включаешь. Просто вообще зал полностью освещает. Сейчас я вам все покажу. Давайте посмотрим, как с пульта работает, как с приложения. Все сейчас вам объясню, расскажу. Посмотрите, пожалуйста, это видео до конца по этому. Начнем с пульта. В комплекте батареек, кстати, не было. Здесь мизинчиковые батарейки. Для начала нам надо пульт синхронизировать с люстрой. Потому что сразу он работать не будет. Как это сделать? Вы просто включаете люстру, выключателем, который у вас на стене. Как только вы ее включили, сразу же на пульте нажимаете вот эту кнопочку ON. И все, у вас люстра пару раз моргнет. Значит, синхронизация прошла успешно. Далее, когда у вас выключатель на стене включен, вы можете пультом управлять. То есть, включить люстру. Вот она, видите, какая яркость. Выключить люстру, соответственно, OFF. Далее. Ну, кнопки здесь, конечно же, не все работают. Вот эти, например, не работают. Вот эти, но я вам покажу основные. Вот это ночной режим. То есть, люстру включаем. Нажимаем ночной режим. Хоп. Яркость убавилась на минимум. Этой кнопкой включим дневной режим. Далее можно... Вправо, влево. Это мы меняем режимы. То есть, вправо нажимаем и держим. Видите, свет стал теплый. Влево нажимаем и держим. Свет стал холодный. Здесь вообще три режима. Вот. На центральную, если нажимать, это у нас холодный режим. А вот холодный режим. Теплый. И такой средний, нейтральный. Еще раз. Холодный. Ну, либо белый. Без разницы. Без разницы его по-разному все называют. Теплый, либо желтый. И нейтральный, средний. Так вот, вправо, влево мы меняем, нажимаем и держим. Это мы прям диапазон регулировки большой. Вот видите, я меняю, она желтее и желтее становится. А вверх и вниз, это мы меняем яркость. Вот вниз нажимаем, держим. Яркость убавляется, убавляется, убавляется. Все. И вот минимальная. По центру, в общем, это мы меняем три режима. Эти кнопки не работают. И вот это еще работает. Он, ОФ, вот эта кнопочка. В общем, можно с пульта управлять. Но имейте в виду важный момент. Если вы куда-то уезжаете, то обязательно люстру, надолго особенно уезжайте, обязательно люстру выключайте выключателем на стене. Иначе, если пока вас дома не будет, а выключатель у вас включен будет, и вдруг у вас свет отключат в доме, свет отключат, потом включат, у вас люстра тогда загорится. Ну, в смысле, включится. И будет у вас свет просто так светиться. Вот сейчас она у меня на стене, в общем, включена. И пультом я спокойно управляю. Но если я куда-то буду уезжать, я выключатель выключу, чтобы потом при отключении и включении света в доме у меня она не заработала опять. В общем, вот такой пульт. Ну, пульт средний. Я бы не сказал, что он прям такой суперклассно выглядит. Простой, дешевый пластик. Ничего особенного в этом пульте такого нет. Качество люстры намного лучше, чем качество пульта. Вот так я скажу. И смотрите, еще вот такой момент. Если выключать и включать люстру без пульта, а именно с выключателя на стене, то она у вас будет каждый раз при каждом включении менять режим. То есть выключили люстру, включили, у вас холодный. Выключили люстру, еще раз включили, у вас стал нейтральный свет. Выключили люстру, еще раз включили, стал теплый свет. То есть при каждом включении и выключении режим будет меняться именно с пульта, с кнопки, точнее, на стене. а когда с пульта выключаете и включаете то пульт режим запоминает вот такая здесь особенность теперь давайте с приложением отсканировал я qr-код установил такое приложение gm smart light она есть и для айфона то есть на ios и на android запускаем приложение не авторизовываться здесь ничего делать не надо синхронизируется точно так же как пульт от люстры единственное что надо включить bluetooth на смартфоне работает я так понял она через bluetooth в общем вы нажимаете выключатель на стене люстра загорелась и тут же нажимаете кнопку он все у вас люстра несколько раз моргнет и путь синхронизирован здесь тоже самое по идее of выключили он включили и здесь можно яркость регулировать вот а холодный это мы регулируем холодный либо теплый свет и соответственно яркость регулируем здесь уже можно выбрать белый желтый и ночной режим яркость полностью убавили в общем вот такая люстра нам супруга очень понравилось мы очень довольны изначально мы хотели просто в магазине в местном своем городе купить зашли посмотрели было точно такая же по моему люстра 7000 рублей стоило на алиэкспрессе вот эту я заказал на распродаже когда у алиэкспресса был день рождения плюс я применил промо коды из своей группы вконтакте из промо кодами у меня она вышла где-то 3 900 сейчас по моему на нее цене в районе 5000 да кстати друзья вступайте в мою группу вконтакте я на нее ссылочку в описании под видео оставлю в ней я периодически публикую промо коды именно к распродажам на алиэкспресс то есть когда распродажа будет какая-то я обязательно промо код опубликуем и вы мало того что скидку от алиэкспресса получите именно по распродаже так и еще применив промо код из моей группы вы сможете еще скидку получить поэтому обязательно вступайте в группу вконтакте в общем вот такой получился у меня обзор вот такое видео если оно вам понравилось обязательно палец вверх подписывайтесь на канал у меня впереди еще будет много интересного и полезного всем удачи пока пока